Технические решения вы используете для создания платформы дистанционного обучения для Сахаровского центра? Для Сахаровского центра я начала выбор платформы с того, что была задача сделать вебинары. Поэтому была проведена большая исследовательская работа по выбору сервера для вебинаров. В конце концов мы остановились на BigBlueBottom. Это сейчас система с бесплатным программным обеспечением, распространяющимся по свободной лицензии, очень быстро и интенсивно развивающаяся. По отзывам в ней может участвовать до 100 и даже больше человек, слушающих вебинар. Есть настройки с показом рабочего стола, с показом презентации. Есть возможность поднимать руку желающим высказаться, подключать и выключать микрофоны. И по своим техническим характеристикам она позволяет сделать практически все, что может быть нужно в моменте обучения. Следующий вопрос, который встал, а на какой же системе разместить сам курс дистанционного обучения? Сделать так, чтобы они интегрировались. Исследовались разные движки, в том числе и WordPress, и Drupal, и eFront, и разные другие системы. Но выбор мы остановили в конце концов на системе Moodle. Последняя версия сейчас 2.6. Она понравилась тем, что, во-первых, она очень грамотно русифицирована. Более того, у вас есть возможность редактировать файл переводов под себя. Она очень мощная, гибкая, с огромным количеством возможностей, которые позволяют сделать то, что вы хотите. Сложности этой системы в том, что, конечно, она создана для людей, готовых тестировать, готовых выбирать. Радует то, что практически не требуется вмешательства в код. Требуется время, чтобы разобраться с тем, какие модули есть и какие вам нужны, и настроить их грамотно под свои задачи. Могу сказать, что для того, чтобы сделать систему дистанционного курса, потребовалось дополнительно два сервера. BigBlueBot работает на отдельном сервере, потому что ему нужны мощности, ему нужно место. И сама система Moodle тоже стоит на отдельном сервере. Почему? Потому что для ее корректной работы обычно требуются дополнительные установки, дополнительные настройки сервера. Это тоже требует время, требует профессионализма. Но, разобравшись со всем этим, я думаю, что вы получите огромное удовольствие, вы и ваши преподаватели. Скажите, пожалуйста, то есть Сахаровский центр обладает своей собственной системой благодаря этому вашему решению? Ему не надо будет обращаться дополнительно к разработчикам, чтобы в дальнейшем развивать эту платформу? Одним из критериев, по которым выбиралось программное обеспечение, это было его распространение на свободной лицензии. То есть, если нам что-то требуется, я как программист или кто-то другой может дописать дополнительные модули, может внести изменения в ту рабочую среду, которая сейчас есть. Можно сказать, что да, Сахаровский центр абсолютно автономен, независим. Более того, эта система может легко переезжать и разворачиваться в других местах, если это потребуется.